У меня есть слово сегодня, для некоторых, нужных, кто слушает, говорит, для кого-то из вас, кому-то Господь из вас говорит, что в твоей жизни, как с того, куда на сорок, закончились семь времен. Ты был разбит, ты был не засвечен, ты просто потерялся, тебя просто похоронили, но Господь говорит тебе, закончились семь времен, и Он опять тебе дает, как на вухтанасон, подняться. Он начинает поднимать тебя и засвечивать тебя, но ты уже никогда не встанешь таким, таким был прежде, потому что то, что нужно было убить в тебе, Господь убил в тебе. А я молюсь за наше сердце, за наши глаза, за нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа, и убегай от Господа. Чем быстрее ты позволишь Ему убить тебя, тем быстрее оживешь, тем быстрее восстанешь. Не мучь себя и не убивай сам себя. Сыне присутствия Господа. А когда Господь тебя убивает, бесполезно повторять слова, как манту, законченная работа Иисуса Христа, я воскрес и звен, меня это ничего не касается. Когда ты потеряешь Господа, вот именно в том, когда так приятно, может быть, зажаться в клубочек, как котик какой-то, сказать, я вообще ничего не могу. Это думают, что я сильный. Спасибо тебе, Господь, когда ты пропускаешь это время, ты не даешь Ему себя покладить. Ты не даешь Ему себя у тебя, ты не даешь Ему открыть Его имя, как Богу утешит тебя. Ты так много пропускаешь. А когда тебя хоронят, и ты погребен, когда ты ноль без малочки в этой жизни, в этом мире. Это погребение. Но это погребение, знаете, что такое? Мы же молимся, словами апостола Павла, поздать тебя во всей долготе, широте, глубине, потому что для нас иногда, кажется, глубина, это я в таких глубинах познал, Господа. Открыть вам, что такое глубина. Одна из ее сторон. Это быть в чреве большой рыбой. В этой войне. То, что там происходит. Потому что там вот этот желудочный сок. Вот знаете, что делает? Вы знаете, поговорим. Мы во Христе. Мы во Христе. И на нас смотришь. Во Христе. Во Христе. И смотришь. Да какой ты во Христе? Во Христе тебя ощущения не видно. Во Христе тебя не слышно. Во Христе ты сокрыл. Во Христе это значит, что происходит. Происходит, что точно так же, как и он был в желудочном. Кисло. Вот этот, как с серной кислотой. Вот этим соком. Это ты растворяешься в нем. Для чего? Для того, чтобы стать единым с ним. Не могла изменить под себя. А Бог меняет тебя. Это ты находишься в Боге. И он меняет тебя. И он так поменял. Этот скакер. Вот я. Вот я. Вот я. Вот я. Пошли меня. Хочу с Игорем идти. Аллилуйя. А другой сразу встал. Убилял от язычников. И он подскочил и говорит. Я хочу проповедовать язычников. И сразу понял. А что случилось? Растворился. Растворился в серной кислоте. Желудочного сока. Он стал единым с Господом. Аллилуйя. И уже он не выполняет великое поручение. Он стал великим поручением. Он уже не вводит церковь. Он стал церковью. Вот что происходит. Вот куда Господь нас хочет привести. Аллилуйя. Господи. Мы здесь перед тобой. Боже. Аллилуйя. Делай с нами. Вот все. Что ты Господь. Хочешь делать с нами. Все. Что ты Господи. Хочешь. Аллилуйя. Господи. Аллилуйя. Я позволяю тебе. Догнать меня. Я позволяю тебя достигнуть меня. Господи. Аллилуйя. Как апостол Павел говорит. Не достигнули и я. Как достиг меня Христос. Не достигнули и я. Как достиг меня Христос. Господи. Я просто благодарю тебя за эту глубину. Я благодарю тебя за это время. Я благодарю Тебя за эти бесценные времена, без которых бы мы не состоялись так, как должны состояться, без которых бы мы, Боже мой, не смогли пройти этот путь по этой земле, так, как должны его пройти, потому что мы, Господи, хотим быть восхищены в телах наших, для того, чтобы во всей полноте исполнить волю Божию здесь на земле, чтобы не пролететь мимо, чтобы не потеряться, Господи. Боже наш, спасибо Тебе, спасибо Тебе за всю полноту, которую мы, Господи, открываем Тебя в нашей смерти, в нашем погребении, в нашем обязательно же воскресении, Аллилуйя. Поэтому, Господи, как мы сегодня объявили, что для некоторых из нас время, Аллилуйя, для некоторых из нас время, Аллилуйя, я не просто так верю, я стою и пророчествую на сцене, Божьему Аллилуйя, у алтаря этой церкви, что время, время семи времен, время семи времен на выхода на ссора прошло, Господь, Аллилуйя. Ты поднимаешь, Ты засвечиваешь, Ты, Господи, даешь нам мандат, Господь, для этого последнего пробуждения. Я пророчествую во имя Иисуса Христа о смерти всякой гордости, о смерти, Господи, всякого превозношения, Господи, о Боже, всякого надмения. И во имя Иисуса Христа и силу Духа Святого все-таки я скажу, эти три вещи, Аллилуйя. Номер один, Бог расставляет сети, Аллилуйя, для того, чтобы наша гордость и наша неправильная, понимаете, вот это представление и понимание о Боге, как для них, Аллилуйя, а мы могли бы попасть в эти сети. И как, а нам, куда он попал в эти сети? Первое, первое, он взял и коснулся сосудам Божьих, Аллилуйя, но прежде он пришел и пошел на Иерусалим, и он не думал, что это для него ловушка. Он пришел для того, чтобы взять Иерусалим, а Иерусалим взял его, Аллилуйя. Люди приходят для того, чтобы поиметь нас, а в конечном итоге они попадают в эту ловушку. И потом, номер два, он взял, и он думал, что он может пользоваться сосудами Божьими. А кто такие сосуды Божьи? Да это мы, понимаете, и тот, кто прикасается к нам, тот касается синицы Бога, самого Господа Аллилуйя. И потом к ним приходят номер три, тревожные сны. Они не могут успокоиться, почему? Потому что они дотронулись до людей Божьих, они дотронулись до церкви. И потом к ним приходит слепота, и он говорит своему колдуну, самому главному, сон отошел от меня, ничего не вижу, ничего не понимаю, не знаю, как править этим цапком, и не могу разобраться во сне, который пришел в мою жизнь, и мне так плохо. И если вы сейчас не разрешите этот сон, я перерубаю вас всех. И у нас не будет уже никакой школы, вот этих провидцев и так далее. Но что сделал Господь? Господь поднимает Даниила, Сидраха, Мисаха и Авгенага. И что он позволяет? Это я вам то, что говорю, если Бог Господь был, они зашли, они зашли на территорию царя, они зашли в его голову, они зашли в его сердце. Кто сказал, что мы не можем зайти в голову и в сердце людей, если Бог позволяет? Кто сказал, что в книге Откровения, когда они, будучи открыт Иисуса Христа, очи которого как плавень огненной, Господь им сказал о том, что единственная проблема, Духа и Завета, ваша церковь, решите его. И после этого разрешения, Алило, а вы уже имели победу над Духом и Завеем. И Господь говорит вам о том, что даю вам жезл железный и звезду утреннюю. Что такое звезда утренняя, мы с вами говорили? Это тогда, когда проходит семь времен, Господь начинает засвечивать вас, потому что вы с другим сердцем. И Он дает жезл железный для того, чтобы коснуться голов и сердец язычников Алилоя, для того, чтобы они были приобретены для Господа, они были контролируемы вами. И вот так же произошло, Господь вел на территорию царя, они зашли прям как под самую кожу. И в конечном итоге, понимаете, и была открыта нога царя. Бог вскроет тебя, Алилоя, для того, чтобы показать, кто ты есть на самом деле. И потом было пророчество, а потом был разгаданный сон, и это было публично. И царь тогда встал, и он сказал, тебе вся страна будет поклоняться одному единственному Богу, от которого все, вот этому Всевышнему, Алилоя, которого Господь, Алилоя, открыл для него. То есть по-другому, Он открыл царя. И вы думаете, что на этом закончилось? Началось номер два. А номер два, знаете, с чего? Те идолы и святые коровы, которые сегодня в церкви, которые сегодня у тебя, может быть, ты еще и заставляешь, чтобы им, как бы сказать, люди, они жили согласно тому, как ты получил откровение. Хотя бы вот в этом, когда тебе говорят, что нужно несколько сделать шагов в славе Божьей, нужно несколько сделать шагов для того, чтобы получить присутствие Божьего, нужно несколько шагов сделать для того, чтобы иметь общение с Господом. Да не шиша подобного. Мы с вами, рожденные свыше, родились сразу во Святое Святых, в сердце Бога. Мы уже под шести тысячами фонтами Алилоя. И если у тебя где-то вальты свихнулись из-за нелюбви к Богу, из-за нелюбви к Господу, как написано, что имел против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою, так это твои проблемы. Но ты родился прямо во Святое Святых. Ты призван жить в славе Господне. Ты не призван ее достигать. Господь уже достиг тебя. Вот в чем закончена работа Иисуса Христа. И продолжается Его действие. И Господь тогда что сделал? Он позволил, чтобы судить этих идолов, этих святых коров. И была поставлена печень. И мы часто с вами попадаем в эту печень, когда принимаются какие-то определенные законы, когда говорят нам делать то, 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 то. И мы начинаем критиковать власть и говорить, вау, это все нет. А может быть, это та огненная печь, где как раз-то и показывает это того, что мы с вами горя не сгораем. Может быть, как раз для нас, вот как раз вот эта пандемия и есть возможность. Показать, что мы отличительные. И мы другие. И мы не в критике. И мы ходим в нашем божественном здоровье во имя Иисуса Христа. И когда вышли с этой печенью, Он сказал, вау, мы опять поклоняемся, мы опять поклоняемся Всевышнему Богу, Который сотворил это небо и землю, Он выше всех других богов, выше всех других богов. И на этом Бог находился. И Он ходил по дворцам, прославляя Всевышнему Богу, и сказал, и все-таки Моя рука все сделала на этом. И было повеление от Бога встречи. Семь времен пройдет на дому. Семь времен. Семь времен. Закучены семь времен Моим Иисусом Христом. Закончены семь времен Моим Иисусом Христом. Семь времен может на тебя быть одним днем. А семь времен может на тебя не хватить и всей жизни. Позволю Богу. Его славить. Его присутствие. Его разговором с тобою. Совершить ту работу, которую Он хочет сделать. Не надмивайся. Не надмивайся и не выпедливайся перед Богом. Господь с тобой. Это ты не с ним. А Господь с тобой. Господь с тобой. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.